И в завершении выпуска еще одна информация. Храм Благовещения Пресвятой Богородицы в Карачаево станет вторым на Ямале купол и стены, которого будут украшены росписью. Работы начались в начале июня. Мастера-эконописца пригласила Уренгойская транспортная и нефтегазовая компания. Она же взяла на себя все финансовые расходы. Проект росписи храма согласованный и утвержден Салихарской епархией. Обо всем подробнее расскажем прямо сейчас. Леса опущены уже на целых два пролета. Иконописец Сергей Осипов завершает рисовать леки святых в купольной части храма. Господь-седержатель, Иоанн-Креститель, Богородица и восемь архангелов уже будто смотрят с небес. Проделана титаническая работа. Сначала мастер нанес разметку, после чего карандашом прорисовал все 11 фигур. Высоту каждой из них 2 метра 80 сантиметров. С учетом изгибов купола сделанное кажется каким-то чудом. Впереди роспись красками. Конечно, силы колоссальные нужны. Это нагрузка физическая. Плюс еще купол, нехватка кислорода. Это все-таки тоже сказывается. Там погодные условия, где-то может холод, ветер или жара. В среднем где-то одна фигура, я думаю, будет писаться дня три, наверное. По проекту росписи подлежат и нижние ярусы храма. На них воспроизведут евангельские и библейские сюжеты, а также лики особо почитаемых святых. Подобная роспись выполнена им в известном Свято-Казанском Чемеевском монастыре в Курганской области. Сергей Осипов расписал около 40 храмов в разных уголках страны. Сам мастер, рассказывая о своем призвании, с особым трепетом говорит об отце, известном в свое время художнике-иконописце. Именно благодаря его стараниям Сергей продолжил начатое отцом дело, а после получил благословение будущего митрополита Санкт-Петербургского и Ладорского Иоанна Снычева. С тех пор преемственность поколения, мастерство его перешло мне, также Владыка меня благословил на иконопись. Это был 89-й год. Завершить работы в купольной части иконописец планируют до конца августа. При этом Сергей подчеркивает, без божьей помощи и молитвы осилить такое большое дело будет невозможно. Виктория Воронецкая, Татьяна Стофеева, Гарник Маргарян, Служба новостей, Импульс.